Мы едем на улицу 40 лет победы в Краснодаре. Жители дома 146-10 практически оборвали телефон горячей линии. В подвале многоэтажки, сточные воды, жуткая вонь и тучи комаров даже зимой. Люди жалуются на председателя ТСЖ. Говорят, что он ничего не делает, чтобы избавить дом от антисанитарии. Ну что ж, программа горячая линия едет на помощь. Возле подъезда дома 146-10 нас ждут жильцы. Их собрала Светлана Прокопенко. Именно она держит связь с нашей программой. Женщина жалуется, что сырость и жуткий запах не дают покоя ее семье. Почти пять лет в их доме из берегов выходит вода в подвале. Ну, затоплен фекалиями. Идет злобу не из подвала. Вот сейчас мы поднимемся на первый этаж. И вы сразу почувствуете этот запах. Вот у дочки мои уже легкие. Председатель ТСЖ-185 Анатолий Веревкин тоже живет в доме 146-10. Он говорит, что для товарищества сделал все, что было в его силах. Но эти самые силы у него закончились. А отняли их не работа на благо дома, а не благодарные жильцы. Это невозможно в этом доме. Эти люди, они похоронили одного председателя, а второй лежит. И вот я третий. А все это делаю, где иди живут. И я за бесплатно практически работаю. Но мне надо, это мне скажите. Пришел знакомый устанавливать, нам помогать антенну. И он говорит, это запах трупный. То есть его ни с чем не перемешать. Он говорит, это надо звонить срочно в полицию. Светлана Прокопенко ведет нас в свою квартиру. Здесь все на стадии ремонта, говорит хозяйка. И добавляет, довести до ума начатое благоустройство не может из-за подвала, в котором разлилось фекальное море с вонью, плесенью и комарами. Сделаем сейчас ремонт, оно опять все поднимется и пойдет. Строй материалы у нас в комнате лежат. Вот стенку привезли на улицу. Но мы ничего не можем сделать. А в туалете, если откроешь, оно воняет прямо оттуда. В ванных ночью берешь и в ванную заходишь, оно пахнет. Все идет из-под низа. В ТСЖ Светлана обращалась неоднократно, но ответ председателя всегда один. Денег на ремонт нет. Я несколько раз ходила, очень просила, чтобы они это летом сделали, потому что деньги начали собирать с января месяца. Он отнекивался, отнукивался. Он очень грубо ведет себя со всеми жителями нашего дома. Вот считает, что он самый главный. Но мы же наниматели. Он должен добросовестно относиться к своим обязанностям. Из квартиры на первом этаже мы отправляемся в квартиру на восьмом. Казалось бы, какие проблемы от зловонного подвала в комнатах на такой высоте? А нет. Здесь тоже плесень, сырость и запах гнили. Причем этим ароматом пропитывается все, что находится в помещении. Воняет канализация и вода из-под крана. У нас даже кошки эту воду не хотят пить. Просто когда она отстаивается. Потому что она вот тоже запах имеет. Этому дому уже 30 лет. Светлана Прокопенко рассказывает, что подвальное море возникло около пяти лет назад. Ровно столько владельцы квартир обивают пороги инстанции в надежде на помощь. Удалось достучаться до департамента городского хозяйства. Ответ из этой структуры за подписью замдиректора Лузана жильцы получили в ноябре 2014-го. Выходом на место 13 ноября 2014 года специалистам муниципального котенного учреждения муниципального образования город Краснодар Горжилхоз проведено обследование придомовой территории дома номер 146-10 по улице 40-летия Победы и подвального помещения данного дома. В результате обследования установлено, что санитарное состояние придомовой территории удовлетворительное, подвальное помещение сухое. Получив от чиновников такой ответ, жильцы поняли, что надеяться больше не на кого. Они просто не приходили, с жильцами не встречались, хотя бы посмотрели вообще. Да, самое главное, с ними разговаривают, а кто жалуется, и близко не видно. Я смотрела с этажа своего, как у меня мужчина разговаривал, и они стояли молча откивали, он им рассказывал. Хотя мы же везде, мы любую жалобу пишем, и везде там 5-7 человек оставляем номер телефона, чтобы обзванивали именно нас. 16 декабря 2014 года жильцы позвонили в нашу программу, и вот что мы увидели, приехав на место и заглянув в подвал. Дополняет картину умерзительный запах и жужжание комаров. Оказывается, они при температуре минус 5 в этом подвале чувствуют себя отлично, плодятся и размножаются. Миллион комаров, миллион комаров, это круглогодично комары. Здесь очень плохо пахнет, здесь настолько плохо пахнет, что мне сейчас голова аж разболел с этого запаха. А у нас, скажите, у нас голова болит. Жильцы говорят, что давно не видели подвал сухим. Однажды даже милицию сюда вызывали, рассказывают жители. Думали, труп там лежит. Пришел знакомый устанавливать, нам помогать антенну, и он говорит, это запах трупный. То есть его ни с чем не перемешать. Он говорит, это надо звонить срочно в полицию. Я вызвала полицию, и вы знаете, они говорят, ну а почему к председателю не спросили, не обратились. Я говорю, я спросила, сейчас мы вам позвоним, он подойдет. Он себя так вел, что я его чуть на 15 суток не закрою. Человек, во власти которого осушить подвал, председатель ТСЖ Анатолий Александрович Веревкин. За разъяснениями ситуации мы отправились именно к нему. Чем вы? Чем вы? Что там? Здравствуйте, Анатолий Александрович, а можно увидеть? Нету его. Мобильный телефон председателя тоже недоступен. Поэтому вместе с жалобщиками мы отправились ко второму лицу в организации ТСЖ-185, бухгалтеру Наталье Пономаревой. Трудности только одни, нет денег, нет столько денег, чтобы сделать полностью весь ремонт. И жильцы это прекрасно знают. Все, кто здесь стоит, это члены правления, которые ничего не делали все эти годы. А вы просили? А почему вас должны просить? А что правление сделать? А ну-ка расскажите. Все что-то сделали? Да, что угодно, вот мы и делаем, что угодно. Люди добрые нам помогут. К сожалению, вы делаете что угодно, но не помогаете жить своему дому нормально. Деньги на ремонт дома начали собирать ровно год назад, рассказали жильцы. С каждой квартиры в месяц по 10 рублей. Но этих средств на ремонт подвала не хватает, говорит Наталья Пономарева. Если можно было три раза отремонтировать, где вы были до сих пор? Председатель должен делать, а не мы. Нам не показали ни смету, ничего. При нас на собрании сейчас помогут. Ко мне какие вопросы? Я, бухгалтер, ко мне какие вопросы? И относится к нам так. Если бы люди хотели помогать, они бы помогали. На самом деле, вот эта группа ничего не делает. Никому ничего не помогает. Ни разу ничего. Они ходят, только пишут письма и жалуются. Верхи не могут, низы не хотят. В доме 146 дробь 10 налицо назревшая революционная ситуация. И этот председатель, которого просто надо судить. Он еще лезет в управление сейчас. С председателем ТСЖ-185 Анатолием Веревкиным встретиться нам все-таки удалось. Мы бежали быстро и догнали его у дороги. Почему у вас подвали вода? А это вы задавайте в мэрию вопрос. Почему нам деньги не дали? У нас же люди не хотят платить. Нет, почему? Люди говорят, что хотят платить. Они хотят. Они же в зал обужал написали, там незаконно с нас пишут. Хотя законно с 1 января собирали деньги. И вот на эти деньги мы сделали холодную воду, трогу поменяли. А все столмейки, канализация, горячая вода, все течет. Нельзя собрать собрание, снова все. Сказать, сколько денег нужно собрать людям, чтобы они... Да вы что? Они собрали вот эти деньги, и то там пишут, хотя мы сами подписывались, не согласны собирать, а написали, что нас незаконно берут, вот все эти проверки из-за чего. Люди не хотят, в караул кричат. Вы что, вы с нас деньги-то берете? А я что? Я что, мы пустим? Анатолий Александрович стетует, что в доме полно должников, особенно среди жалобщиков. Говорит, что они ничего не делают для дома и не платят по квитанции. Но на деле оказалось, что у всех, кто недоволен состоянием подвала, как раз таки все оплачено. Май, март. В конце разговора Анатолий Веревкин сказал, что он вообще-то больше не председатель. Перед Новым годом сам себя уволил. Надоело. Я уже не председатель. А собрание по этому поводу было? Было, и решение есть уже. И решение есть, подписанный протокол. А кто тебе председателем? Я не знаю, кто. Мы идем к эксперту за советом, как быть, когда подвал выходит из берегов. Совет первый. Обращайтесь за консультацией в Центре гиены и эпидемиологии Грая. В первую очередь, что хотелось бы сказать, непосредственно касательно санитарной обстановки, я бы рекомендовала жителям этого дома привлечь к этому вопросу санэпиднадзор, который, естественно, составит протокол, где укажет санитарное состояние подвалов, что действительно там находится вода и возможные последствия от нахождения воды в подвале. Для откачки воды из подвала следует звать аварийщиков. В Единой диспетчерской аварийной службе города Краснодара нам сообщили, что договора на обслуживание ТСЖ-185, это дом 146-10, у них нет. Но откачку сточных вод они готовы произвести за наличный расчет. Второе, что я бы рекомендовала сделать, это вызвать аварийные службы непосредственно коммунального хозяйства городского, которые также откачают воду. Будет это, естественно, все документально оформлено. И если ТСЖ готова оплатить дополнительно эту услугу, то это будет как бы доказательством очередным, вот, квитанция об оплате, договор на откачку этой воды. Это будет дополнительным доказательством того, что действительно санитарная обстановка в доме отрицательная и что действительно никто ничего не делал. Если ТСЖ бездействует, надо менять председателя. Для смены лидера товарищи-собственники обязаны провести собрание. Большинством голосов собраться, составить протокол о снятии председателя с занимаемой должности. В этом протоколе я бы рекомендовала указать следующим вопросом об обязании председателя ТСЖ передать все финансовые документы новому председателю. Если бывший председатель решению собрания не подчинится, следует обращаться в суд. Если эти документы не будут переданы, то тогда рекомендую обратиться в суд в судебном порядке и замать эти документы, чтобы в судебном порядке их запребовали у действующего председателя. Проблема. Подвал затоплен сточными водами. Решение. Обратиться в аварийную службу города по телефону 075. Обратиться в консультационный центр гигиены и эпидемиологии Краснодарского края, санэпидемстанцию. Переизбрать председателя ТСЖ, ЖСК или управляющую компанию. Мы связались со специалистами муниципального учреждения Горжилхоз, которые в ноябре 2014 официально заявили, что подвал в доме на 40-летие Победы сухой. От интервью на камеру специалисты отказались, но отправили официальный ответ. Теперь уже в адрес программы «Горячая линия». Он кардинально отличается от полученного жильцами двумя месяцами ранее. С выходом на место 12 января сотрудникам отдела контроля за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда по Прикубанскому округу Горжилхоз выявлено следующее. В подвальных помещениях второго и третьего подъездов стоит вода до 10 сантиметров. Имеет место запах сточных фекальных вод. Департамент городского хозяйства готовит письмо в адрес жилищной инспекции по недопущению пребывания указанного дома в антисанитарном состоянии. Благодаря вмешательству «Горячей линии», говорят жильцы, процесс пошел. В настоящее время в ТСЖ дома 146-10 по улице 40-летия Победы началась процедура выборов нового председателя. Светлана Прокопенко говорит, что на эту должность есть претенденты, которые готовы исправить все недостатки и погрешности ТСЖ-185. Если вам нужна помощь и вы потеряли веру в справедливость, звоните нам в программу «Горячая линия». Житель поселка Ахтырского Олег Сафронов заплатил деньги за стопроцентное трудоустройство. Она говорит, пишите отказ, что вы вообще... Претензии не имеете, да? Вообще отказ. Тогда будут рассматривать в течение трех дней. Я говорю, это я не хотела, пускай отказ пишите. Я вам написал претензию. Где ответ на претензии? Как Олег Сафронов поссорился с кадровым агентством и как ему с нашей помощью удалось вернуть деньги, смотрите в следующей программе.